Образная инцентрация и звуковая. Звуковая сильнее удерживает память, потому что память в основном не звуковая, а память в основном образная. И если образ на образ накладывается, то идет такая прямая жесткая борьба. А если, допустим, вы слушаете маленький букет, кто молится и стараетесь вместе с ними в одной интернации повторять, тогда у вас образы, которые к вам приходят, они постепенно теряют силу влияния на ваше сознание. Потому что судьба означает очень болезненное восприятие памяти. То есть чем болезненнее память, тем сильнее действует судьба. Когда человек настраивается на святость, то память на святости, она расплавляет силу боли, которая обезболивает память, обезболивает память. То есть боль в памяти становится слабее, слабее, потом вообще уходит. Нет, но когда образы плывут, это нормально в принципе, но главное, чтобы они плыли, нужно нам протеин, чтобы это были только святые образы. Но здесь очень важно понять, что медитация, это означает, что вы что-то воспринимаете. А момент в этой медитации, это служение. То есть вы с помощью служения усасываете себя в голос, кто молится, и как-то настраиваетесь, верите в силу тех, кто молится людей, в их настроении верите. И второе, вы потом мысленно вспоминаете образ какого-то святого или Господа, там, икону, и кланетесь ей. Это не просто вот наслаждаться, смотреть там одно, смотреть в другое. Это надо благодарить. Ну то есть благодарность, это уже не смотреть. Есть медитация, когда ты просто взлетаешь и балдеешь. А есть служение. Служение означает, что ты кланяешься, благодаришь, что-то делаешь для Бога. И вот ты слушаешь как служение, кланяешься как служение. И через себя идет такая река. Вход-выход, вход-выход. Вот это сятость. Вот это молитвенное настроение. И когда человек в сердце идет река, то ваши мысли, которые поступают, это память о себе, о мысли. И ваши мысли начнут постепенно уходить. И вот это вот настроение счастья, и служение, в котором мы находимся, оно захватывает сознание. То, чем мы сейчас будем заниматься временно этот процесс. Это целая наука. Но это наука, она нам особо нужна. Вот если, когда человек приезжает, допустим, в Европу, хорошо знать английский язык. То есть ты знаешь английский язык, и везде можно, допустим, пообщаться, решить вопросы. Ну, в любой стране все знают английский. Точно так же, если человек хочет разобраться со всей своей жизнью, он хочет найти работу, утвердиться в ней, хочет найти близкого человека, он хочет победить болезнь, разобраться, что делать, как жить. Нужно научиться молитве. Вот, как ты красивый. Вот у вас сейчас, девочка, у вас сейчас тяжелый привычный. Да, у вас. И вот вам очень важно сейчас научиться молитву. Если вы научитесь, нет, на веку не возникает. Вот, если вы научитесь, то тогда цветочки красивые, это тоже классно, конечно. Вот, но возможно, вот, научиться так же радоваться и восхищаться святостью. Когда человек чувствует святость и восхищает своим народом, таким образом, очень сильно меняет ситуацию в своей жизни. Вот этот вот наград, который у вас сейчас внутри, вы проходите. Но это очень практичная вещь. Понятно? Поэтому надо учиться. Но учиться этому не просто, потому что мы же имеем дело с сознанием, с глубиной восприятия, с любовью. Это надо все изучать, пытаться понять, как это делать. Но это очень важный и сложный процесс. Да? И сегодня мы будем повторять о любове. Алилуйя, это, ну, означает, что вы, допустим, заумляетесь, и люди на земле постоянно думают. Только они когда думают, они не понимают, что они в это время общаются с Богом в сердце. Вот, допустим, на третьей минуте, вот, у девушки, вы, да, вы. У вас сегодня тревожные мысли, вы думали о чем-то тяжелом, вот, и были тревожные мысли, вы думали о чем-то тяжелом, но, по крайней мере, где же копейки. Вот. И вы думаете, что вы в это время само собой думали, да? Нет, вы думали, и в это время взаимодействовали с Богом. Ну, вот мы постоянно там, и вот он меняет, то недовольны мы всем в этом мире, понимаете, постоянно. Ну, Бог это все глотает. Он в сердце находится, и в племенном, которое слушает наши все эти недовольства. Но если мы реально, хотя бы час, вот, сегодня на ретрике, просто благодарность ему в сердце свою начнем выражать, это трудно себя переломить в основном, но в сердце – норме. Но если вот благодарность, вот, а человек, а не ловит, значит, спасибо тебе, благослови. Вот, когда человек благодарность выражать начинает, то начнется обмен с Богом, потому что мы его славо благодарим, но он тоже включается, начинает нам помогать. Потому что есть два способа Бога в взаимоотношении с нами. Один способ – это просто дарить нам то, что мы заслужили, называется судьба. Ну, то есть он дает нам плоды нашей жизни. Значит, заслужили, то и получили. Вот. И тут тут радуйся, тут не радуйся, ничего не сделаешь. А второй способ – это когда мы его благодарим, то он нам дает минус. Судьба – это не судьба, это его просто, ну, это его благодарность по отношению к нашей благодарности. И вот молитва, она для этого предназначена, чтобы… Потому что Бог может смягчать влияние судьбы, если мы как личности к нему обращаемся, а не как вершителю нашей судьбы. Мы можем попить, там, за что, допустим, мы плакали недавно, за что. Вот. Я знаю, за что. Это не из этой жизни. Вы в прошлой жизни на недопыли личное отношение, а вы в этой просыпались. Вот за что. Понимаете? Но вы не знаете. Поэтому вы недовольны, вы плачете, там все. У вас нет памятника в прошлой жизни. Но, когда человек славит Господа, то этого не происходит просто. То события плохие не происходят. В этом смысл этого рекрида, который мы сейчас будем думать. Если в сердце вот эта благодарность за все хорошее, есть же хорошее, то до сих пор в Зинократии ни одна ракета не прилетела. Это хорошее. Надо за это поблагодарить Бог. Вот у меня в поселке, в котором я жил уже, две ракеты, три ракеты прилетели. В Краснодарском крае. Там ОГЗ стоит, и они летают. Вот. А у вас ничего не прилетело. Надо же не выдавить ОГЗ. Или нет. Вот поэтому мы хорошие учимся в таком процессе. Хорошо? Учимся. Это надо пробовать, удачу практиковать. Учимся. Кто это у вас первый раз на каком-нибудь видит? Он видит, сколько людей. Это очень хорошо. А то много раз уже участвуют. Вот они вам помогут. Они будут создавать атмосферу. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Спасибо вам за возможность задать вопрос. Поздравляю вас с выговорами более чётко. Когда молишься, побеждаешься, 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 ты приходишь в конце к какому-то кладу. Ну, к полу. Вот как определить, что то, о чём ты молился, вот этот плов, что это действительно награда, а не очевидное испытание для тебя? Ну, там будет параллельно процесс происходить. Допустим, как люди обычно живут. Вот обычно люди, все хотят счастья. Правильно? Никто не хочет мучиться. Все хотят счастья. И поэтому вот это желание, оно вытаскивает из судьбы самое лучшее. А всё самое лучшее, так как мы не хотим, мы боимся, но только не сейчас. Вот. Поэтому самое лучшее всё копится там внутри. Но когда человек начинает молиться, то в это время, так как Бог помогает, судьба начинает вытаскивать всё то, что накопилось там, наружу. И поэтому всё выходит наружу, начинается процесс очищения, идёт и вылазит. Но это временный процесс. Если человек постоянно очищает своё сознание, то уже вылазить будет нечем подобным. И более-менее нормальная жизнь наступает. А бывают периоды плохие, которые не зависит от молитвы, а не просто запланированной жизни. Приходит время, и он тебя накрывает. А ты уже отмолишься, и можешь подождаться, что Бог приотвивает. Поэтому сам процесс чистоты, он тоже чувствуется, вот допустим, сегодня после электры, то сердце будет лёгкий у многих, счастье будет внутри, такое чистота. Но на следующий день может накопнуть, потому что новое вылетело. Раз энергии есть у человека, то у него сразу начинает, допустим, директор, когда болеет на заводе, его никто не трогает, но он не знает, что проблемы не ходят. Как только он вызовёл, сразу очередь в кабинет, и его накопнуть человеку. Но так же у нас тут тоже. Когда сил нет, нас судьба не мучает. Как сильный действ, сразу начинается опработка. Понятно? А вот в панце, есть какое-то финальное ощущение, когда ты победил судьбу, действительно получил то, что хотел? Какое ощущение будет в момент смерти? Ну, как это ощущается, когда ты победил судьбу? Счастье, спокойствие, лёгкость, радость. Извините. Ну, твои, сегодня, поскольку, 8 лет молились, что-то делать. Ну, поскольку, сегодня 8 лет, начали 9 утра. Вот в это время мы получили ощущение лёгкости, радости, святости, чистоты. Вот это финальное ощущение. Вы там молились, по-моему, полчаса сегодня, да? Ну, вот финальное ощущение на полчаса. Сегодня сейчас помолимся будет круче финальное финальное. Так как мы ещё, много нас людей, и мы будем ещё правильно всё это делать, и очень сильно, то финальное ощущение тоже будет 10 раз сильнее, чем у вас было за ваши полчаса. Понятно? Ваш вопрос по-моему, помолиться, да? Да. Вы научитесь это понимать, это вопрос опыта. Вы запрашиваете ещё финальное ощущение, потому что вы не уверены, что вообще что-то происходит. А когда вы не уверены, вам даже важно будет финальное ощущение, потому что вы помолитесь, вы знаете, что это на пользу идёт. Добрый день, Добрый день, Лекина. Ещё прежде всего огромную благодарность за то, что вы нас слушаете. У меня вот как бы вопрос. Молитва для меня 106 кругов, ну, 108 кругов. Сколько времени занимает ваша Молитва в день? 1.15. Хорошо. Это очень быстро. В чём вопрос? Получается, что Махаман складывается в какой-то звук, и он перестаёт ощущаться. Ну, хороший, вы можете делать всю штуку. Это ваше дело. Но, если говорить о Молитве, то это просто, ну, можно же такую скорость выбудрить, что их будет и 1.15, и 200 кругов, и 300, можно понимать. Возможность человеческого ума бесконечна. Но, если говорить о взаимоотношении с Богом, то важно не количество кругов, а важно ваша эмоция, которую вы передаёте в это время. И именно она будет решающей. Вот, допустим, давайте пойдём институт. Представим мою жену, допустим, я ей говорю, я тебя люблю, 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 она сразу слушает, ну, ты крик, скажи нормально. И я ей скажу, я тебя люблю. и вот эти тысячи слов на автомате и одна вот фраза, какая-то человеческая, будет гораздо сильнее тысячу раз в пьере. Понимаете? вот вы решите для себя, чем вы занимаетесь. Мы будем сейчас очень медленно повторять на революции, если вам было скучно, можете увидеть. Мы будем повторять за 20 секунд одно слово. и это будет в целом сердце, то есть я просто на реперрирую, чтобы исправить то, что вам не надо быть, что исправляют. Это ваш опыт. Каждый человек имеет очень опыт молитвы. Это самое лучшее, что может быть в жизни. Это самое лучшее. Я тоже в долго время очень долго ускорялся. И я дошел до там 4 с половиной минуты один круг. Но я повторял четко каждое слово. Ну, очень быстро это делал. И я понял, что я сейчас ты никем занимаешь. Понимаете? Сейчас я этим не занимаюсь. Я просто пытаюсь от сердца прославить то, что и сколько времени будет это звучать для меня неименько слишком нашел значение. Главное было качество. Спасибо. Ну, как бы, любой опыт он хороший. Любой опыт духовный от вас. Я знаю людей, которые быстро учились с любовью. повторяяя. Так тоже бывает невозможно. Поэтому я никого не сужу, как бы я просто предлагаю поглудиться в настроении благодарности. свой. И я мой опыт показываю, что если это делать очень медленно, то тогда вынучится почти все. Потому что за 20 секунд ты можешь успеть поблагодарить точно. Вызванно. За 20 секунд повторения одного слова тебе хватит времени на это. Но если бы я делал вот так, вы не успевали благодарить на каждое слово. Потому что благодарность этой эмоции плюс память все надо включить. А если ты торопишься, ты ничего не можешь включить. Я могу вам третий пример. Посмотрите. Сейчас вы сами мне все скажете. Есть звучание сердцем, есть звучание эмоциями, есть звучание головой. Только звучание сердцем поджидает всюду. Вот я сейчас вам показываю скорость. Вот я показываю скорость, потом дальше я просто переключаю кнопую, и вы увидите, куда этот звук дальше. Вот я пытаюсь сердцем повторять. Ну, максимально то есть альву, 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 и ändow וי, альву, 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 atlora, альву, 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 альву. Сердце мне не понравилось, а чем? Горло, фармь. Теперь дальше. Сейчас еще повторяем. Говорот. Что и требовалось доказать. То есть звук ушел из той зоны, которая вырабатывает любовь. Если звук из этой зоны выходит, значит это все пустая карта времени. Но у вас может быть по-другому. Я не знаю. Пробуйте. Нет, дополнение здесь нельзя, вы можете делать свои выводы, потому что люди пришли послушать меня, спорят со мной, бесполезно здесь, я не спорю с вами, не пытаюсь вам что-то доказать, не оставив свое мнение, я передаю людям свой опыт. А когда люди сперутся к вам, вы будете передать его в этом слое. Хорошо? Вопрос, пожалуйста. Если во время молитвы в сердце создается образ, этот образ имеет полосальное значение, и скорость в этом случае слуха не имеет значения. Но если у вас образ и звук могут быть параллельны, параллельны процессы, например, вы можете вспоминать деяния Бога, допустим, чувствовать их, или деяния каких-то святых, Бога и манты. Это тоже является очень глубоким процессом служения, когда ты вспоминаешь, что я работаю в память о Боге. Но сам по себе звук – звук. Это способ отношений, образ сам по себе. Это очень сосредоцательная речь. Вот, допустим, вот если вы приходите в магазин, допустим, сейчас приведу пример. Один мужик пришел домой, позвонил в дверь. Жена пришла, спрашивает, Вася, это ты? Вася, тишина. Она несколько раз спросила, пошла спать. Потом открыла дверь, потом смотрит, Вася спит под дверью. Я знаю. И она спрашивает, ну я же спрашивала, Вася, это ты? А он говорит, я мысленно отвечал, я кивал головой. Ну, как бы, жена не услышала. Потому что существует определенный способ отношений, называется беседа. Или случайный. И этот способ никто не отменял. Ты в магазин, допустим, приходишь и образно передаешь, что тебе нужен белый хлеб. Даже не обязательно образно ты можешь совместить, допустим, есть какой-либо. Может, приходит в магазин и говорит, дайте мне, пожалуйста, хлеб. Бу-бу-бу-бу-бу. Булку? Нет. Бу-бу-бу-бу-бу. Потом? Нет. Ну, тогда я не знаю, что он дает. Ну, ладно, давай чуть-чурный. Понимаете? То есть сам способ беседы, звуковой, это способ личностных отношений с Богом. Когда ты что-то вспоминаешь, ты не относишься с Ним, не беседуешь. Ты просто представляешь и благодарность испытываешь вот этого представления. То же есть служение Богу. Это очень важное служение Богу. Но звуковой способ отношений с Богом при этом никто не отменял. И если в звуковом способе слов нельзя различить в сознании, они летят как стрела вот так, вот таким потоком, то это, ну, может быть, хорошо. Я не знаю, может быть, у вас там процессор в 30 раз быстрее работает, чем у меня. Я же не знаю ваших возможностей. Вот. Ну, как бы, и Бог тоже может с такой же скоростью как бы с вами общаться, если вы успеете. Допустим, вы ему, допустим, вы ему говорите, дайте мне того, как его. Допустим, вот так, продавщица. Она, допустим, не за что. Вы говорите, чего? Ну, как бы, сказали, так открытие. Если вы, как бы, с такой скоростью пытаетесь общаться, он тоже может такую же скорость включить. Надо, чтобы процессор отработал в обе стороны, начали скорость. Понимаете? Ну, когда-нибудь пробел. Ну, а звук сам по себе означает общение с Богом. И, как ты говоришь ему, так лучше будешь получать ответ. Он же может к Богу приходиться, вы знаете? Это я за вами не учиться. Может, с вами тоже по-вашему нужно общаться? Главное, чтобы вы успели. Вот он появится перед вами. И со скоростью ветра вам что-то скажет. Ну, скажет, я ничего не понял. Он может скажет потом, ну, медленно скажет. Вот как ты со мной общался, как я с тобой буду учиться. Ладно. Ну, я не против. Ещё раз. Это важный опыт. Каждый с вами сам церединифирует при помощи жизни. У меня есть опыт. Я не мечтаю молитву каждый день уже 30 лет. И первый 15 лет я ускорялся. Теперь я не ускоряюсь. Я этот опыт проделал, поизучал. Теперь я пытаюсь осознанно повторять молитву так, чтобы передать свои чувства по отношению к Богу. И я тебя люблю, и тебе люблю, и тебе люблю рад. Я тебя люблю. Но у каждого своего, у каждого своего притома идет. Я такой путь тоже прошел, сделал свои выводы, и теперь я изнутри. Я видел так, что это быстро повторяет, но четко, быстро и всего его притома. Это тоже возможно, но мой опыт показывает, что чем чище сердце, тем быстрее можно повторять молитву именно осознанно. Можно очень быстро повторять безвязный сердце, но не осознанно. Главное, это сложная тема для понимания, особенно те, кто начнет руководить. Спасибо. Спасибо. Людина, я очень благодарна вам за лекции, за все что-то учитывали. Возможность будет прийти. Вы из Москвы едете? Да. Отсюда, да? Да. По дружности везем, по-моему, в реке. Куда? В Москве. Сначала я в Москву, а в Шкабон. На Паскеднике. А, ну это же. Широтон есть. Широтон, да? Да. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Широтон. 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 раздеть на два раза, вам будет хорошо. Хорошо? То есть, причина – это напряжение внутреннее, горловое напряжение. Нужно стараться от сердца, можно от горла, ну, повторяйте. Вот так именно идет. А надо глубже, ниже голоса сердца говорить. Это так, знаете, когда человек вот так говорит, это припишет мне как-то лучше алфаву. «Здравствуйте, я вот раз, как-то надо вас видеть». И это как бы, ну, так, когда человек говорит, ну, как по-самому немедленно так говорит, потому что это слишком торжественно, поэтому люди так не делают. Но вот сейчас на молитве надо именно так делать. Повторите так, как страшно. «Отец, Аллилуй, Аллилуй». Ну, да. «Обусы напускают свои правила». «Нет, он опускает свои правила». «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». «Знаете, какую песню?» «Вы знаете?» «Не знаю». «Не знаю». «Не знаю». «Не знаю». «Это песня «Песло». Она была очень популярна лет сорок, наверное, назад. Вот. И мне она очень радовалась в детстве. Я, с удовольствием, и Василий Макомаев пел, потом и Флешенко, и Хиев пел тоже. Ну, все они, все пели. И мне не надо. «Не знаю». «Бессловно». «Называется локальность». Их, 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 их. Это от сердца поется. Горло уникально получится. Хорошо? Понятно? Сердцем, когда все на арку сидите, все лупаться начали. Сердцем как-то быстро не получится. Но знаете, есть те, которые получаются. Есть такой битумарик, он у нас был в Широтонии, концерт делал. Скорость его произносения слов настолько быстро, слух он такая четкая, что я даже не успеваю слушать. Я, это просто какое-то, я не знаю, это нереальная какая-то, да? Кто был бы на концерте? Вы согласны, что это нереальная скорость, да? Вот так вот. Человек не может, но обычный человек, не может так быстро петь, произносить звуки, менять интонацию, так ведь. Но он это делал четко и ясно, и с эмоцией еще, самое главное. Это просто какой-то потряс. Но скорость, как в пулеметную очередь, очень быстро. Нереально. Послушайте, битумарик на концерте, смотрите, у него это дремя, искусство, он в том месте родился. И у него много поколений, его родственников, они пели для Бога. И у них там много грамотства на десятые доли, то есть у нас не такой много грамот, как у нас. И поэтому звуки, ну, с детства они тренируются очень быстро менять интонацию, очень быстро, кажется, слова там, это, как бы, нереально, нереальное творчество, просто профессионализм какой-то нереальный. Наш грейм отдыхает постоянно в свой свойствах, но музыкомедренно очень петь, и очень быстро, и все это меняется постоянно вообще. Но это именно произносение неумеет, четкое произносение слов. А кто у нас мгновился? Ну, кто у нас, и мы говорим, у молитвы, то есть, паштаря? Да. Да. Спасибо. А. 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 повторять имена Бога и реализовывать, все это отлично, просто когда вы побольше этим занимаетесь, вы поймете, что есть разные задачи, разные, сейчас это просто идет при Души, потому что у вас красиво, вам надо из нее выйти и делать все, что вам подходит для Бога. Но если, допустим, ты хочешь поддерживать настроение, служимый Богу, изучать, достигать истину, то тогда аккафисы, псалмы. А если ты хочешь побежать в судьбу, то есть преодолевать трудности, тогда очень важно включать не ум, а разум. Вот когда повторяешь много слов, то включается ум, логика, мышление, память включается. А когда ты повторяешь одно и то же слово и повторяешь настроение, то включается разум. Разум – это не мысли, это решимость, это боя, это чувство победы, это чувство благодарности. И для того, чтобы включать праздник, нужно повторять одно и то же слово, которое не связано со мной вообще. Это слово благодарность. Аллилуйя, аллилуйя, отрываться от себя, думать о Боге, аллилуйя, спасибо, 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 спасибо. Вот это то, что мы сейчас будем делать. Это называется процесс победы над судьбой. Он требует повторения коротких моментов. Можно, допустим, слава отцу и сыну, слава отцу и сыну, слава отцу и сыну, слава отцу и сыну, там, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Есть на всех языках мира такие короткие моменты, там, аллилуйя, например. То же, слава Богу, только на арабском, а не на арабском. А это было бы замуж с русским, замуж с русским? Нет, сейчас нет, после рецепта. Ну, мы не заметим с вами, я с вами только. Жаль, мы молимся за ваше здоровье. Потому что все получится. Нормально. Однозначно. Видите, вот сюда. Да? Да? Вот выберите самый красивый цветок и не победите. Самый красивый, да? Красивее нет? Ну, есть пошли лучше. Красивее, вот самый красивый. Вот. Это самый, да? Прям топовый, да? Я пойду. Да. И кто-то поставьте назад. Мне дарите цветок. Нет. Да, да. У меня цветок. От всего сердца. Все. Может идти. От всего сердца. От всего сердца. Самый красивый. Это гарантия. Это гарантия. Так что выйдет замуж. Все девушки, которым я даю цветок, вот так, от всего сердца. Все выходили замуж. Все решили вопросы? Все. Все. Только теперь не сомневайтесь. Как бы усомнитесь, так сразу не идите. Все, хорошо. Отлично. Ну, помолимся дальше. Девушка в зале. Здравствуйте, Олег Евгеньевич. Спасибо вам огромное за знания, которые вы вам даете, рассказываете. У меня такой вопрос. Я когда молюсь, в голове чувствую сильное напряжение. И помимо моей воли выступают слова, которыми я не пользуюсь вообще. Ну, вот у вас на пятом слое находятся блоки определенные. Ну, статическое напряжение блок. То есть надо 65 минут учиться стоять неподвижно или сидеть в бабочке. То, что мы сегодня будем об этом говорить. Вот. И из-за этого блока, вы когда начинаете молитву, то как разозрицательный процесс начинается, в ваше сознание начинают влиять другие силы, которые от вас не зависят. И пока вы этот блок не пропустите, влияние так будет продолжаться. Единственное. У меня получается настоять, и ваше чистое 65 минут. Будто, значит, три с половиной месяца пока, как раз в два дня, и вы пробиваете этот блок, и дальше вот эти все, как бы, чути тебя просыпают. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ваши вопросы. Подскажите, пожалуйста, вот это настроение, ощущение святости. Вот образы, да? Как мне наткнуть наружное? Как вообще прийти к этому? Как найти эти образы, да? Вот куда идти, куда смотреть? И вот это ощущение святости, о чем? Где его логинство? Ну, просто в другую комнату. Есть знак качества святости. Не помните знак качества? Да. И на какой комнате есть, значит, настоящий. А если нет, то значит, настоящий. Ищут, и со знаком качества, и комнат, и все, и как бы. Но все равно все поддельное, нет святости. То есть это могут быть любые образы, которые встречаются на пути или на… Видите, как интересно. Я ей сказал какую-то вещь, а она поняла, как надо. Это удивительно, да? Если шутишь, как шутки, иногда помогают человеку понять. Вот мои хорошие, вот мы просто не знаем, как все устроено. Вот Бог находится прямо вот здесь, в сердце. Понимаете? И он вот именно является знаком качества, о котором я говорю. Вот, допустим, если вы смотрите на иконы, у вас… Вау! Вот такое возникло. В этой есть знак качества. Вот, понимаете, бывает… Вот, допустим, уректор читает, в принципе, «Га-га-га-га-га», там, «Смешной», и там, «Слезы», и ты такой, как в театр приходишь. Это шутки. Но бывает, что ты слышишь это, и у тебя в сердце западает, начинает жить меняться, чистота, чувствуешь святость, чистоту. Это уже связано с Богом. Понимаете, важно, чтобы было связано с Богом. Вот, если ты на икону смотришь, там чистота, красота, глубина, надежность, вера какая приходит. Это не то, что тебе показалось. Это… От Бога тебе обратно приходит, обратная связь. Потому что истина, все, что в жизни происходит, все это от Бога. Понимаете? Вот сегодня, ну, где-то в час дня, вы сильно захотели пойти на лестницу. Вы решили. Все, я иду. Так было это дело. Да. Откуда я узнал? Вот так вот. И Он не скрывает. Если ты можешь понять Его язык, то, что Он тебе говорит, то Он тебе легко может передавать информацию. Потому что, если это делать бескорыстно, без всяких злого умысла, просто тем желанием чистым, светлым человеку помочь, то Господь вообще у него нет, Он не конспиратор. Понимаете? У него нет секретов никаких от нас. И Он точно так же передает его, и Он с удовольствием вам покажет чистоту святости. С удовольствием, с большим просто. Но, если вы почувствуете эту чистоту, то это от Господа прямая связь. Никакого знака качества не нужно. Ваши чувства, чистоты, это может от любой иконы прийти. Допустим, вам скажут, что эта икона, на самом деле, не настоящая. А вы знаете, что в древних писаниях написано, что если даже человек нарисует Господа несовершенным образом, просто на песке, с любовью Он это сделает, Господь все равно войдет в этот образ. И человек другой, который подойдет к этому рисунку, почувствует там Бога. Поэтому любая икона нарисованная, если к ней относится с любовью, Господь входит туда в этот образ, и Он через нее действует. А особенно, если с этой иконой прикасаются святые люди. Чем больше иконе поклонения идет, тем больше она святая. Это не от варианта рисования происходит. Хотя само рисование с любовью тоже приводит к святости иконы. Если человек очень сильно любовью рисует, то уже в это время рисования Господь входит в эту икону. И вы должны понимать, что этот мир настолько глубокий, что нам даже не снилось. Вот, допустим, вы, когда фотографию видите своего близкого родственника, если внимательно смотрите, если вы смотрите, человек ушел из жизни. Вы смотрите на фотку, она пустая. А вы знаете, что это не пустая фотография? Просто это значит, что он находится далеко. Вот если вы возьмете и сильно его вспомните, то фотография оживет, и вы начнете контактировать с этим человеком. И можете даже почувствовать, насколько далеко он находится от вас. Каким образом фотография является для каждого человека способом взаимодействия с любым человеком? И также ваша память, вот вы сидите, допустим, на меня смотрит. Если вы сейчас назовете имя или Бога человека, то я почувствую его характер, почувствую его как личность. Понимаете? Почему? Потому что вы связаны с ним. И только когда произносите имя, вы взаимодействуете с ним. И я могу через это взаимодействие понять его характер, как он себя чувствует сейчас. Даже если он живет на земле, где-то в другом месте. Такая уникальная способность есть у нас. Но почему вы думаете, что если вы думаете о каком-то святом человеке, почему вы думаете, что вы с ним не контактируете? Через икону. И вы нарисовали просто эту цифру, чтобы не обязательно точно и качественно. Но это обозначено, что это святой человек. Даже просто имя, если произнести, то Бог вам. Бог знает, кто где находится. Вы произносите имя там, Серафим Саровский, с верой. Вы в это время контактируете с Серафимом Саровским. Вы знаете об этом? А если вы еще установите всем личное отношение и будете кланяться его изображением каждый день, то он будет вам лично помогать в жизни. Поэтому не надо сомневаться в иконах. Потому что контакт осуществляет Бог. Все виды контактов. Это что, я нахожу человека через звук? Это Бог мне его показывает. Он отдает все возможности в жизни. Нужно уточнить? Да. А все же мы взаимодействуем через слова, да? Через какие-то формы. Ну, только через слова, через образ идет взаимодействие. Ага. Через память. Просто вот это ощущение или образ тоже? Тоже дает взаимодействие, да. Вот я, допустим, через образы увидел, что они через слова, что вы час дня примерно, ну, чуть пораньше приняли это решение, эти нагрузки. Я увидел это через образ, а не через слово. И никто там не подсказывает. Час, час дня. Час, час. Ситуация. Час, час. Час. Никто не подсказывает. Просто я в голову познаю ощущение. Но голосом иногда Господь тоже действует, но не своим. Например, можно его поймать, но, например, у него есть обязанность разбудить при необходимости. И я после обеда часто отдыхаю, ну, чтобы снять напряжение. Утро, очень утром я один, и очень утром такое насыщенное. Потом я отдыхаю. И разок я сказал Максиму, разбуди меня, пожалуйста, то же самое, как бы не проснулся, потому что устал сильно. И слышу, через 20 минут, слышу, Олег Геннадьевич, пора вставать. Голос Максима такой. А я раз проснулся, 20 минут прошло, скажу, спасибо. Максима нет. Пришел, нашел, говорю, Максим, спасибо, что я разбудил. Он говорит, я забыл. Я сел с каждой такой, на кровати, начал вспоминать голос, потому что я так, ну, разбудил Бог, кому очень больше нужно. И я увидел, почувствовал звук, Максим никогда бы так не сказал. Он вот буквально вот так сказал. Олег Геннадьевич, пора всем вам. Таким уважением, понимаете? Ну, ни фига себе. Это высшая личность, это обладатель всех миров, так к нам относится. Он так далеко, накуром, накуром. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Вы представляете? Он все мои грехи знает. Я разом вспоминал свою прошлую жизнь, и где-то на 60-70-е жизни увидел такое длинное тело. Вот у меня руки вот так вот, я весь схованный. И жил что-то такое бесвкусное, оно очень круглое, и такое вкусное, и такое приятное. Я понял, что Фелик Крокодилов жил что-то тут. Он это, потому что это мне показал, что я понял Фелик Крокодилов как-то жрал в это время. И говорит, мой длиннадьевич, ну вообще, ну не знаю. Это Господь, наш Господь, который находится в сердце каждого человека. Вот, допустим, где-то 13 лет назад, ну примерно так, вы познакомились с одним очень важным 12 человеком. Так? Это правда? Примерно, да? 12 с половиной. Так, да? Теперь точно, да? Да. Откуда я узнал? Почему он важный, так сказать? Откуда я узнал? А? Я с тобой это рассказал, да? Понятно? И вот это, этого важного человека он вам нашел. Не сомневайтесь. Подписывайтесь на мой канал! Разорол cierto! Владив halt! Разорол Субтитры создавал DimaTorzok